Я хотел бы вам представить специальную теорию относительности. Это лекция из общего курса физики. Она не включает в себя какие-то специальные математические выкладки, предназначенные для технических специальностей. Итак, давайте начнем с постулата специальной теории относительности. Вы все знаете, что существует принцип относительности Галилея. Которая заключается в том, что все явления в механике, во всех инерциальных системах отчета, происходят одинаково. То есть, другими словами, все механические явления инвариантны по отношению инерциальных систем отчета. Инерциальная система отчета – это система отчета, которая либо покоится относительно данной системы отчета, либо двигается равномерно и прямолинейно. И все законы механики в таких системах отчета выглядят и происходят одинаково. То есть, если мы с вами стоим на земле и отпускаем ручку, то ручка падает вертикально вниз по действиям силы тяжести. Если мы, допустим, с вами находимся в самолете, который летит даже достаточно с большой скоростью, но летит равномерно и прямолинейно, если мы отпустим ручку, то она тоже упадет к нашим ногам. Независимо от того, что самолет летит с достаточно приличной скоростью. Эйнштейн обобщил этот постулат на не просто все механические явления, а он обобщил вообще на все физические явления, которые происходят и протекают в природе. То есть, все физические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отчета, или другими словами, все законы природы, уравнения их описывающие, инвариантны, то есть, не изменяются при переходе от одной инерциальной системы отчета к другой. Ну и есть другая формулировка, она менее общая. Принцип относительности Эйнштейна. Никакими физическими экспериментами, проведенными внутри инерциальной системы отчета, невозможно установить покоица этой системы отчета, или движется равномерно и прямолинейно. Но тут возникла одна существенная экспериментальная проблема. Дело в том, что если мы пользуемся принципом относительности Галилея и посчитаем скорость какого-либо тела относительно неподвижной системы отчета, ну, допустим, у нас человек плывет вдоль течения реки, вниз по течению. Относительно берега его скорость складывается со скоростью течения реки, и мы получаем скорость пловца плюс скорость течения реки. Ну, другой пример, да, то есть, про самолет я уже сегодня говорил, допустим, если мы двигаемся от кормы самолета к носу самолета, то наша скорость относительно наблюдателя на Земле складывается скоростью самолета и получается V-системы, плюс наша скорость получается скорость относительно системы отсчета. Казалось бы, что если мы измерим скорость света, то эта скорость света так же, как и в принципе относительности Галилея, должна зависеть от системы отсчета. И любые многочисленные попытки, которые были проведены при измерении скорости света, показывали, что скорость света константа, причем она не зависит от системы отсчета. Были попытки измерить скорость света и относительно движения Земли, перпендикулярно движению Земли, скорости движения различных спутников, но все, какие бы ни были проведены опыты, все они показывали один и тот же результат. Скорость света в вакууме является величиной константы, и она не зависела от скорости движения источников, наблюдателей, не зависела от скорости системы отсчета. Тогда Эйнштейн выдвинул второй постулат, который уже являлся революционным. Скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отчета и равна 3 на 10,8 метров в секунду. Она не зависит от скорости движения источников и приемников света. Скорость света есть предельная скорость распространения любых взаимодействий, предельная скорость распространения передачи информации. То есть скорость света это предельная скорость передачи любого сигнала, любого типа взаимодействия в природе. Но несмотря на это сейчас, да и не только сейчас, уже достаточно долго, появляются различные информации, что там то какой-то космический объект двигается, со скоростями большей скорости света, то вдруг обнаружено больше скорости света. Но пока все эти экспериментальные данные, скажем так, не прошли проверку. То есть, скорее всего, это некий пиар для того, чтобы получить какие-либо дивиденды лично для себя, либо для своих исследований. Поэтому пока вот этот постулат никто не доказал, что он не работает, то есть пока этот постулат остается верным, и мы считаем, что скорость света в вакууме равняется 3 на 10 восьмой и является предельной. То есть, экспериментально это подтверждено большим количеством опыта. Преобразование Лоренса Эйнштейна. Давайте рассмотрим две системы отчета. Одна система отчета ZYX без штрихов. Система отчета K будет считаться у нас условно неподвижной. Система Z' Y' X' будет двигаться относительно системы K относительно системы K со скоростью V. Тогда для того, чтобы выполнился второй постулат Эйнштейна, мы должны ввести преобразования, которые должны отличаться от преобразования Галилея. Давайте подумаем, каким следствием приведет этот постулат. А следствия вот какие. То есть, если у нас скорость света постоянно, то это означает, что должны изменяться время, которое непосредственно связано со скоростью, потому что скорость – это расстояние, пройденное объектом, деленное на время. Соответственно, должны меняться линейные объекты, и преобразование координат из одной системы в другую должны иметь более сложную форму. Но мы не будем выводить эти преобразования, которые вывел Лоренц. Мы запишем их готовыми. То есть, как результат. Так как у нас движение осуществляется только по оси Х, то координаты Y' и Y равны между собой, Z' и Z равны между собой, а X' подчиняется вот такому вот уравнению. Это переход от K, K'. Соответственно, время в разных системах отчета интервал времени тоже будет разным. Если мы переходим от K', K', то у нас получаются обратные преобразования, но с координатами Y' и Z' понятно, X будет X' плюс VT, деленное на вот этот вот корень. Ну и, соответственно, T равняется единицей в квадрат на C квадрат. Давайте теперь более внимательно посмотрим на эти преобразования. Дело в том, что мы сейчас формируем своего рода новую механику. И называется это механика релятивистской. Но дело в том, что любые новые законы, они не должны отменять ранее существующих. То есть, в частном случае, в частном случае, специальная теория относительности должна перейти к классической механике Ньютона. Давайте посмотрим. Если у нас скорость системы значительно меньше скорости света, то вот это выражение стремится к нулю. И мы получим с вами X' плюс V на T'. Здесь мы получим X минус V на T. Те же самые преобразования Галилея, которые были. То есть, в частном случае, это уравнение перейдет к преобразованиям Галилея. Время. Если у нас скорость мала, V на C квадрат будет очень маленькая величина, то вот это выражение стремится к нулю. Вот это выражение тоже стремится к нулю. Корень из единицы единица. То есть, время в одной системе отчета будет равно времени в другой системе отчета. А теперь давайте определим интервал между двумя событиями в разных системах отчета. Итак, T2 это время, ну скажем так, у нас произошло два события. Событие 1 произошло в момент времени T1, событие T2 произошло в момент времени T2. Дельта T это интервал между этими событиями в системе отчета К. Дельта T. А теперь давайте воспользуемся преобразованиями Лоренца. И вместо T2 подставим преобразование времени. Вот это все у нас выражено T2 в системе отчета К'. Т2' плюс V. C это скорость самой системы, скорость света. Х это координата. В системе отчета, которая двигается у нас V квадрат, это скорость системы на C квадрат. Это соответственно у нас время T1. Вот это у нас время T2. Знаменатель у нас один и тот же, приводим к общему знаменателю. Вот эти два слагаемого взаимно уничтожаются, и у нас получается T2' минус T1'. А это не что иное, как временной интервал, то есть время между теми же самыми событиями, но в системе уже К' штрих. Дельта нулевое T. Таким образом, отсюда получается у нас вывод, что время между двумя событиями в разных системах отчета будет разным. Вполне возникает резонный вопрос. Да, не являются ли все наши вот эти математические преобразования неким изыском, да, мнимым, да, то есть не соответствующим действительности. На самом деле, для того, чтобы подтвердить вот это преобразование, нужно провести какой-либо опыт, который бы нам однозначно подтвердил. Да, время в разных системах отчета течет по-разному. И такой опыт и есть. То есть есть такие частицы, мимезоны. Они живут ограниченное время, всего лишь 2,2 микросекунды. Они попадают, вернее не попадают, а формируются в верхних слоях атмосферы при взаимодействии с космическим излучением. Так вот, если мы умножим на скорость света время жизни этих частиц, мы получим путь, который может пройти частица в атмосфере Земли. Так вот, оказывается, что даже если мы умножим на скорость света, то путь, который может пройти эта частица в атмосфере Земли, составляет всего лишь 660 метров. Однако, эти частицы регистрируются даже на поверхности Земли. Это означает, что время в разных системах отчета течет по-разному. То есть, для собственного времени частицы, оно так и будет, 2,2 микросекунды, а время на часах наблюдателя, то есть относительно Земли, будет гораздо больше. Поэтому и частица пролетает гораздо большее расстояние и фиксируется на поверхности Земли. То есть, преобразование времени – экспериментально подтвержденный фактор. Теперь давайте перейдем к релятивистскому закону сложения скоростей. То есть, если у нас скорость света в вакууме постоянно, то в результате сложения скорости системы и скорости самого тела мы не должны с вами превысить скорость света. Ну, давайте введем некоторые обозначения. Первое. Пусть у нас в системе S' точка движется с относительной скоростью у x' на t'. Это равномерная скорость, движение равномерное, координата x, деленная на t'. Система S' движется относительно условно-неподвижной системы S в том же направлении со скоростью V с индексом S, скорость системы. Пусть в начальный момент времени начало координат каждой системы совпадало x равняется x' равно 0 и t равняется t' равно 0. Соответственно, из преобразования Лоренца следует, что x – это то расстояние, которое пройдет наша материальная точка в условно-неподвижной системе S. Оно равняется i' плюс vc' t', ну, то есть преобразование Лоренца, деленное на вот этот вот корень. Время, соответственно, в системе S будет у нас t' плюс v с индексом S, c² на x', деленное на корень, единица минус v² на c². Таким образом, скорость в системе отсчета условно-неподвижной S у нас будет x, деленное на t. Ну, и если мы сюда подставим вместо x вот это выражение, вместо t вот это выражение, то у меня получится вот такое выражение, корень у меня сократился. Далее. Значит, давайте мы разделим числитель и знаменатель на t'. Здесь у меня получается x' деленное на t', здесь у меня получается t' сокращается, единица. Ну, так, то мы разделим здесь, появился t', и здесь x' на t'. То есть в этом случае у нас уравнение не изменилось. Естественно, что x' на t' – это у меня скорость тела в системе отсчета S'. Соответственно, у меня получается, скорость в условно-неподвижной системе отсчета равняется скорость тела плюс скорость системы, деленное вот на это выражение. Вот это релятивистский закон сложения скоростей. Естественно, что он в пределе при малых скоростях должен превращаться у нас в закон сложения скоростей Галилеи. Ну, так оно и будет. Если скорость тела и скорость системы много меньше скорости света, то вот это произведение будет много меньше вот этого выражения, вот это все будет много меньше единицы, стремится к нулю. Соответственно, у меня просто получается, уравняется u плюс vc, то есть закон сложения скоростей, который был предложен Галилеи. Ну, давайте проведем расчет. Да, действительно ли оно так? Тело движется в положительном направлении оси х со скоростью u' 0,8c. Скорость k' относительно системы k равня 0,75c. Ну, и найти скорость тела относительно системы k. 0,8c, 0,75c, c это скорость света. Подставляем, считаем, и у нас получается, что, несмотря на то, что скорость тела 0,8c, скорость системы 0,75c, у нас получается скорость относительной системы k равняется 0,886c, то есть не превышает скорость света. Ну, даже если один из источников будет двигаться со скоростью света, то мы можем легко показать, что в этом случае эта скорость тоже будет скорость света. Относительность одновременности. События, одновременные в одной инерциальной системе отчета, будут не одновременные в другой. Второе. Относительность промежутков времени. То есть, один и тот же промежуток времени будет иметь разное значение в разных системах отчета. Теперь давайте рассмотрим относительность продольных размеров тела. Сразу оговорюсь, что если факт изменения течения времени был установлен экспериментально, то в настоящее время пока не удалось доказать изменения продольных размеров тела. Пусть у нас есть стержень длиной L0. Л0 это собственная длина стержня. Собственная длина стержня это длина, измеренная в системе отчета, относительно которой он покоится. Ну и вот эта наша система движется к h' со скоростью v. В этом случае длина стержня вот в этой системе будет равняться L0 корень 1 минус v квадрат деленное на c квадрат. Пространственно-временной интервал. Ну, дело в том, что раз мы вводим некую механику, и мы сказали, что у нас постоянно только скорость света в вакууме, нам нужны какие-то величины, которые будут неизменны при переходе из одной системы отчета в другую. Ну и вот такой величиной является пространственно-временной интервал. Давайте сначала снова воспользуемся классической механикой. Да, если у нас есть расстояние между двумя точками Δr, то x2 минус x1 плюс y2 минус y1 плюс z2 минус z1 это расстояние для трехмерного пространства. Понятно, что если мы говорим о релятивистском случае, то есть о случае при движении со скоростями близкими к скорости света, то в разных системах отчета этот интервал будет разный. На предыдущем слайде мы показали, что длина объекта у нас с вами меняется. Тогда давайте введем четырехмерное пространство. Это три метрики пространства x, y и z. И четвертая метрика – это время. Мировая линия – это линия, представляющая собой последовательное событие. Так вот, интервал – это c, t2 минус t1 – это время между какими-то событиями. x2 минус x1, y2 минус y1, z2 минус z1 – это расстояние между двумя точками, в которых эти события произошли. Таким образом, вот эта величина, которая называется интервалом, она не меняется при переходе от одной системы отчета инерциальной к другой. Естественно, у нас интервал может быть как мнимой величиной, так и действительной. То есть, если вот эта величина, дельта r, будет больше, чем c2 на дельта t2, то под корнем у меня получится отрицательное число. И такой интервал называется пространственно-подобный интервал. Не существует такой инерциальной системы отчета, в которой оба события происходят одновременно. События, разделенные таким интервалом, не могут находиться между собой в причинно-следственных отношениях. То есть, два события не могут связаны причинно-следственной связи. Сейчас мы подходим к одному очень важному моменту. Дело в том, что если время у нас течет в разных системах по-разному, не может ли так оказаться, что за счет разного интервала времени у нас причина поменяется со следственными местами? Так вот, этого на самом деле не происходит. То есть, причина следственной связи, несмотря на то, что у нас интервал времени разный в разных системах, они не меняются. Второе. Если у нас дельта r в квадрате меньше, чем c2 на дельта t, это временеподобный интервал. Вот такие события могут быть в причинно-следственной связи друг с другом. Ну и s1,2 – это нулевой интервал. Итак, пространство и время связаны между собой и образуют единую форму существования материи – пространство-времени. То есть, согласно специальной теории относительности, время и пространство – они неотделимы друг от друга. Соответственно, раз мы ввели релятивистскую механику, то должны поменяться и законы Ньютона. Так вот, если мы используем общую форму записи закон Ньютона, f равняется dp на dt, то в релятивистской механике он будет выполняться, если импульс будет иметь вот такой вид m нулевое v и деленное вот на этот вот корень. То есть, в данном случае вы правильно поняли, что масса у нас изменила свою величину. То есть, она стала вот этим вот выражением, где m нулевое – это масса покоя. То есть, это масса того или иного объекта, того или иного тела, которая определена в системе отчета, относительно которой это тело покоится. Ну и, соответственно, если мы подставим импульс в это выражение, то основной закон динамики материальной точки будет иметь вот такой вот вид. Соответственно, вот это выражение m – это релятивистская масса. То есть, при увеличении скорости масса тела начинает расти. Это происходит вот таким вот образом. Другими словами, если мы будем приближаться к скорости света, то масса тела будет расти до бесконечности. Из этого следует, что ни одно тело, ни одна частица масса покоя, которая больше нуля, не может достичь скорости света. Даже для таких легких частиц, как электроны, мы не можем достичь скорости света. То есть, мы можем достигнуть 0,999 и много-много порядков, но, тем не менее, она все равно будет меньше скорости света. Кинетическая энергия в релятивистском случае будет определяться как mc квадрат минус m0c квадрат. m0c квадрат – это энергия, которая соответствует всей энергии тела. То есть, если мы возьмем и массу m0, превратим полностью в энергию, то это та энергия, которая выявляется. Это полная внутренняя энергия системы. mc – это общая энергия тела. Ну, соответственно, для того, чтобы получить кинетическую, надо от общей энергии отнять энергию покоя. И кинетическая энергия в этом случае будет определяться вот по этой форме. Полная релятивистская энергия тела равняется мне mc квадрат. Именно это выражение натолкнуло Эйнштейна на мысль, что если нам удастся превратить массу в энергию, а здесь, видите, множитель стоит c квадрат, то мы можем получить огромное количество энергии. Именно это натолкнуло Эйнштейна на принцип создания именно атомной бомбы. Ну, и энергия покоя Е0 равенец m0c квадрат. Полная энергия является инвариантом при переходе от одной системы отчета в другую. Ну, иначе бы нарушался закон сохранения энергии. В этом случае полная энергия у нас равенец m0 в квадрате c в четвертой плюс p квадрат c в квадрате. Спасибо за внимание.